Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И сегодня у нас распаковка вот такой вот посылки, в которой находится... Да, вы правильно уже, наверное, прочитали. Здесь находятся кроссовки Xiaomi второго поколения. Или третьего. Ну, не знаю. Но если учитывать, что это Mijia делает, то, наверное, второго поколения. А может быть, еще какие-то есть. Ну, в общем, из тех самых популярных вот эти вот были первые. Вот эти вот будут вторые. И да, первыми я пользуюсь уже достаточно давно. Так, меньше слов, больше дела. Распаковываем, смотрим. Стоимость данных кроссовок составляет... Ну, цену я не знаю. Я, может быть, называть не очень-то корректно будет. Потому что я не знаю, когда вы будете смотреть данный видеоролик. Может быть, на момент того, как вы будете просматривать его, цена будет намного-намного меньше. Итак, смотрите. Покупались они на Алиэкспресс. Продаются на разных площадках. Я покупал без упаковки, никакой акции, никаких скидок, чисто за свои деньги. Вообще, покупал вот так. Вот они приходят, и без упаковки они стоят на 2 доллара 50 центов меньше. Если хотите с упаковкой, 2 доллара 50 центов будет больше. Я не то, чтобы не захотел покупать с упаковкой и сэкономить. Просто-напросто я заказал, а уже потом, когда просматривал трек-номер и все, оказалось, что они без упаковки. Ну, не знаю, ничего страшного. Я думаю, в этом нет. И давайте найдем... Или не будем искать напрямую и так все. Кстати, если кому интересно, то опыт использования... Я хочу записать в ближайшее время опыт использования кроссовок Xiaomi первого поколения. Ну, те, которые я вам показал. Я ими пользуюсь уже где-то около полугода. И сейчас вот летняя пора, можно сказать, пользуюсь ими активно. Так, куча бумаги ведь там было. Здесь у нас, смотрите, вот такие вот красотки. Здесь еще куча бумаги. Так, внешне, не знаю, внешне на любителя. Если сравнивать с прошлой версией, я не скажу, что какая-то мне больше, намного сильнее нравится, какая-то меньше, ну, а чем-то они хороши. И что я скажу? Что как бы по весу, мне кажется, что первая версия легче, чем вторая. Так, да, вот первая версия. Кому интересно, смотрите, я их специально не мыл, не стирал, не чистил, перед тем, как показывать вам. Ну, а в действительности я их стирал, мыл, чистил не один раз. Это все будет в опыте использования вот этих вот кроссовок. Да, и кому интересно, я нашагал в них, находил, может, иногда набегал, иногда находил там больше 350 километров. Новая версия, что нам может предложить? Точно такой же носок сделан, как вы видите. Здесь точно также есть резиночка. Это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что это... Ну, и воздуха попадает немножечко меньше. Ну, не факт, конечно, что намного меньше, но все-таки немножко есть. Так, по материалу, это та же ткань. Да, это та же ткань. Мягкая. И есть, присутствует сетка. Так, в общем, я хотел бы сказать, если кто не хочет чего-то там ждать, то первым кроссовкам я доволен, и доволен более чем. Потому что, ну, просто охренительные кроссовки, и мне они нравятся. Так, а по цене еще я, может быть, не договорил. Ссылку я оставлю в описании, вы сами будете смотреть. Но, я скажу, вот на момент покупки, вот эти вот кроссовки стоят дешевле, ну, может быть, я и скажу так даже, значительно дешевле, чем какие-либо брендовые. Но, судя по первым, то они не уступают абсолютно никак бренду. Но дешевле. И достаточно качественные, хорошие кроссовки. Так, здесь тканью мы разобрались. Точно так же, как и в первой версии, как вы видите, есть ребра, вот такие вот, ребра жесткости. Здесь каучук, тот же каучук. Кстати, клей не выступает. Там многие, многие, кто писали, показывали, что в первой версии клей немножко выступает. То здесь с этим, я бы сказал, полный порядок. Ну, более аккуратно сделано. Но мне, кстати, там то, что где-то немножечко были следы клея, мне абсолютно это не мешало. Так, по что, а, ребра жесткости здесь точно так же есть, чтобы затянуть шнурок. Это хорошо для бега и для занятий спорта. Здесь нога тогда фиксируется очень хорошо. И вот этот вот носок, как нельзя, кстати, он как раз подходит идеально. Вот эти вот метод шнуровки и такой вот носочек вполне-вполне адекватно. Так, давайте смотреть по... Сетка есть, я не знаю, будет видно вам или нет. Вот здесь вот сбоку есть, но она достаточно плотная, поэтому воздуха, может быть, немного будет проходить. Но сетка вот где шнуровка, как вы видите, да, есть реально где носок, вот здесь реально будет воздуха побольше проходить. И это точно-точно-точно так же сделано, как и в этой версии. Здесь носок точно так же был открыт, и здесь носок точно так же открыт. Он будет дышать. И есть точно такое же уплотнение до сетки. То есть, чтобы носок ваш не рвался. Кстати, у меня за полгода там носок не порвался. Активного использования, занятия спортом, ежедневная ходьба, то есть, все бытовые цели, прогулки и занятия спортом, они выдержали, нигде ничего еще не порвалось. Ну, надеюсь, здесь все точно так же будет. Так, дальше вставки, вы сами видели, пяточка твердая. Кстати, по поводу пятки, я говорю это во всех кроссовках. Лучше всего, чтобы пятка была жесткая. Тогда будет правильная постановка стопы. И у вас, во-первых, ноги не так будут уставать и болеть при ходьбе. А во-вторых, не будет счесываться или стираться какая-либо сторона пятки. Будет ровная постановка ноги и ровная постановка стопы. Вот это вот хорошо. Так, дальше. Здесь не на язычке все указаны размеры и характеристики. А здесь указано евро 46, US 12. 300 сантиметров, я так предполагаю, да? 46-й. Ладно, будем опираться на то, что это 46-й и 12-й. А что здесь у меня по размеру? А здесь у меня размер 45 и 12. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет по размеру. Так, подошва. Подошва, как мы видим, комбинированная. Точно так же, как и в прошлой версии. Первое впечатление, что здесь подошва немножечко жестче, чем в первой версии. Но она немножко другая. Смотрите, вот это вот белое, это пенка. Это мягкий материал. Черное, это более жесткий материал. Так бы сказал, чтобы, во-первых, не так стиралась пенка, к примеру. Во-вторых, чтобы был какой-то протектор. И, в-третьих, чтобы не так скользило. Как вы видите, здесь сделан кое-какой протектор. Действительно, чтобы было хорошее сцепление. И, к примеру, может быть, в какую-то грязь. Или, может, вполне вероятно, что, ну, не знаю, зимой. Хотя вряд ли. Ну, и вот эти вот вставки. Пока сказать не могу зачем. Может быть, тупо вот чисто для красоты или какое-то уплотнение. Это будет видно, конечно, может быть, в дальнейшем и поймем. И что мне интересно, это стелька. Мне в первой версии очень-очень понравилась стелька. Что мы увидим? Посмотрим здесь, в постельке. Опять-таки, я бы сказал бы, по материалу они очень-очень схожи. И первое, более жесткий материал. Но жесткий это для пальцев жесткий, для рук жесткий. А для ноги как раз он вообще просто прекрасный. А здесь такой более мягкий. Не знаю, как это будет лучше или хуже ощущаться. Но такой вот. Здесь и здесь и здесь правильная стелька. Есть ортопедические выемки. Ну, блин, не знаю, нормально. Так вроде бы все хорошо. Но смотрите, что здесь. Здесь такой более гладкий, шелковистый материал. Мне очень нравится, ощущается. Там, как и заявляли производители, что здесь материал действительно и в стельке самих кроссовках, чтобы носки не протирались. Они действительно у меня не протирались. Но вот этот вот материал после ношения, после полугода активного использования, остался еще хорош. Здесь немножечко другой материал. Не такой гладкий. Он даже, я бы сказал, немножечко шершавый. Ну, не знаю. И здесь меня нога не плавала. Но было приятно ощущалось. Так. Чем отличаются еще вот эти вот кроссовки? Что здесь нету места под чип. Это не умные кроссовки. Это глупые кроссовки. Ладно. Это никакие не умные кроссовки, а просто самые обычные от Xiaomi Mi GIA. Ну, внутри больше ничего нет. Нам осталось только примерить их, посмотреть, как они будут выглядеть на ноге. и то, как они будут ощущаться на ноге. Так что, давайте переходим к примерке. Умных кроссовок. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И реально видно, что больше Ну вот так вот по размеру, по удобству, я бы сказал, примерно сравнимо с первой версией, точно так же они мягкие, мягкие и сверху здесь вот все они мягкие, сбоку они мягкие, хорошо облегают, здесь как видите все облегает, хорошо не давит, удобно, отлично. По самому подошву, по том, как ты ходишь, я здесь минут 20 походил, проверил, потестировал примерно то же, что и первая версия. Мягкие, хорошие, удобные кроссовки. Видимо, стелька дает еще дополнительное смягчение. И здесь, если зайти в рекламный материал, по данным кроссовка, там подошва делается, я не помню, то ли из 5 каких-то разных слоев. Но, в целом, это не обязательно все знать. Если вы пробовали, знаете, носили, мерили где-то, может быть, первую версию, то это примерно то же, что и первая версия, только без чипа. Кстати, если в ближайшее время, после выхода видео, вы напишите мне, я готов, кому подходит размер 46, длина стельки 30 см, кому вот такой вот размер подходит, готов отдать их в первое время, ну, еще пока не буду их носить, в первое время готов отдать их по цене, по той, которую я брал на Алиэкспресс. То есть, без каких-либо наценок. То есть, те, кто с Украины, может быть, пожалуйста, пишите, готов продать вам их. Не нужно ждать месяц, и быстренько вы за 1-2 дня получите. В принципе, по размеру я вам сказал, по ощущениям тоже все прикольно, все хорошо. Мне нравится, только вот пока немного расстроит. Не знаю, почему я с размером как-то не угадал. И скажу так, ну, в жару, я думаю, в очень большую жару, действительно жарковато будет и в этих кроссовках, и в тех, которых я ходил в предыдущих. Это именно по ощущениям, по первым. И эти точно так же, я думаю, будут немножечко все-таки парить. Если это будет большая жара, если у вас градусов 20, ну, 25, это вполне нормально, вполне сносно. В них будет нормально. Можно будет ходить. Одеваете носок, сетка легенький, и, пожалуйста, эти кроссовки отлично все хорошо будет. По данному ролику у меня, в принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания, пожелания или предложения, пишите в комментарии под этим роликом. Если вам данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети, на второй канал. Там я также выкладываю интересные видео. Вы, может, для себя найдете что-то полезное. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь кому-то он может быть полезен. Многие могут выбирать себе хорошие кроссовки, а они стоят вменяемых денег. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.